Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Доступность образования для детей с нарушениями развития и организация волонтерской деятельности в детских домах-интернатах. Эти вопросы в Самарской области обсудили представители делегации Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Рак молочной железы – самое распространенное онкозаболевание у женщин. В начале весны врачи напоминают о важности своевременного обследования и ранней диагностики для эффективного лечения. Живое общение и творчество. В Самаре состоялся концерт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Выпали из зоны плей-офф. Баскетболистки Самары проиграли матч в премьер-лиге. В Самару прибыла делегация Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Обсудили приоритетные направления соцобслуживания семей с детьми-инвалидами, доступность образования для детей с нарушениями развития и организацию волонтерской деятельности в детских домах-интернатах. В регионе разработаны маршруты помощи, которые подбираются для каждой семьи индивидуально. Подробнее расскажет Мария Левина. С рабочим визитом Самару посетила московская делегация Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. В фокусе внимания оказались приоритетные направления в социальном обслуживании семей с детьми-инвалидами и лицами, имеющими нарушения ментального и психического развития. Честно, даже за такое короткое время, но я имею в виду этого конкретного визита мы давно здесь бываем, могу сказать, что нам есть что провести, что рассказать в Москве и что дальше вместе с коллегами дорабатывать. То, что мы уже вчера услышали о Регене Алексеевне и видели в учреждениях, уже даже что-то вы уже давно применяете. То, что, например, только на федеральный уровень заходит как новшество. На самом деле, сделано немало, и я, конечно же, выражаю искреннюю благодарность за то, что мы с вами сделали, и, конечно, сделать предстоит еще, наверное, больше. Любая деятельность, она тогда эффективна, когда этой работой занимаются люди профессиональные, а на этой работе еще неравнодушные. Для этих целей в регионе разработаны специальные маршруты помощи, которые подбираются для каждой семьи индивидуально. Сначала с семьей связываются сотрудники службы поддержки, после чего, исходя из ситуации, определяется метод помощи. Это может быть посещение группы кратковременного пребывания, курсы реабилитации, присмотр на дому, выездная реабилитационная бригада или даже комбинированные программы. Мы 19 человек через комиссию очно провели, и только вот у нас 8 детей из 19, да, мы поместили все-таки в детский дом-интернат. Мы считаем это хорошим показателем. Это колоссальная работа в разрезе каждой семьи, это просто ручная работа. И где-то ручная сборка даже у каждой семьи. За прошлый год присмотр был оформлен более чем в 40 семьях. В общей сложности это 80 детей. Выездные реабилитационные бригады обслужили больше 60 несовершеннолетних. Еще 40 родителей обратились за психологической помощью по телефону доверия. В планах на ближайшее будущее – организация сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями на новых площадках. Проведена подготовительная работа для создания тренировочных квартир для лиц с ментальными нарушениями в Тольятти. Там завершены ремонтные работы, закуплено оборудование. В квартире предусмотрены двухместные комнаты для проживания, кухня, гостиная, социально-бытовая комната, комната для досуга и другие. Также в планах создать центр дневного пребывания для детей-инвалидов на базе уже имеющихся интернатов. Мария Левина, Василий Калдашов, События. Поддержку диджитал-индустрии и сферы телекоммуникации обсудил губернатор Дмитрий Азаров с работниками отрасли. IT – одна из динамично развивающихся сфер экономики региона. Качество разработок самарских специалистов неоднократно отмечалось на федеральном уровне. Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку отрасли IT, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовке и удержании кадров. Нынешние сложные экономические условия не должны остановить дальнейшее развитие отрасли в России и Самарской области. С этой целью на федеральном уровне приняли комплекс мер. Они предусматривают освобождение от уплаты налога на прибыль в течение трех лет и иные налоговые льготы. Кредиты по сниженной ставке не более 3%, отсрочку молодых специалистов от призыва в армию, а также льготную ипотеку для сотрудников компаний. Кроме того, Минцифра России объявила о возможности предоставления IT-компаниям дополнительных ресурсов в виде грантов или субсидий, а также о создании собственного хранилища данных, доступ к которому будет обеспечен для всех разработчиков на территории России. Губернатор подчеркнул, что правительство Самарской области также продолжит поддержку компаний, работающих в сфере информационных технологий. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины. Как и в первую волну пандемии, граждане стараются закупить побольше сахара и круп, в результате чего искусственно создается ажиотаж вокруг базовых продуктов. При этом объемы завозов сейчас увеличиваются и меняется логистика доставки. Действительно ли пустеют полки в магазинах Самары, проверила наша съемочная группа. Будто снова повторяется первая волна коронавируса. Сахар, крупы, макароны, гречка и многие другие товары из отдела Бакалея расходятся лучше горячих пирожков. Однако, как заверяют эксперты, тревога по поводу грядущего дефицита безосновательна. Люди сами создают ажиотажный спрос. Я помню прекрасно 2006 год, когда у нас цена на соль искусственно взлетела в пять раз, а потом она также уменьшилась. Поэтому призываю всех граждан не создавать ажиотажа, ну можно сказать, на пустом месте. Потому что по той же соли мы экспортеры, мы экспортируем соль в другие страны. У нас залежи соли в стране. В крупных торговых сетях и даже в маленьких магазинах у дома подтверждают, что спрос на некоторые группы продуктов действительно вырос. Этот вопрос даже подняли на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что, как и в первую волну пандемии, граждане стараются закупить побольше сахара и круп. Магазинам даже пришлось ввести ограничения на продажу определенных групп продуктов в одни руки. Но делается это не из-за дефицита, а в первую очередь для борьбы со спекулянтами, для которых сейчас паника людей означает будущую выручку. К нам приходят под видом обычного покупателя и оптовики, которые закупаются в больших объемах разово, а также могут посетить магазин не один, а то и обещали, в два раза. Соответственно, мы можем делать вывод, это делается для того, чтобы продавать данную продукцию, купленную у нас в магазинах в более мелких населенных пунктах, под видом частной деятельности. Пенсионерка Ольга Верцянкина – нечастый посетитель продуктового. Закупается, как правило, один раз и на всю неделю. Говорит, что из-за искусственного ажиотажа подойти к покупкам рационально становится сложнее и советует не поддаваться панике на пустом месте. Не паниковать, брать сколько нужно. На неделю, я думаю, хватит вполне, а потом можно обновить и есть свежие. Покупать в меру, не создавая излишнюю суету и ажиотаж. Из-за выросшего спроса муниципалитетам на территории Самарской области пришлось ввести ежедневный мониторинг цен на все виды продуктов, чтобы не допустить спекуляции как со стороны жителей, так и поставщиков. Этот вопрос находится на контроле у главы региона. В свою очередь, председатель регионального правительства Виктор Кудряшов отметил, что сейчас все предприятия потребительского рынка работают в штатном режиме. В торговых сетях и на оптовых базах все в наличии. Но особенно важно улавливать любые изменения, которые, возможно, будут происходить. Главное – не поддаваться панике. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 1438 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 359 549. Такие данные в пятницу 11 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 3288 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 324 029 пациентов. Профилактика заболеваний, здоровый образ жизни и реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции. Члены общественной палаты Самарской области обсудили роль и перспективы развития некоммерческих организаций региона по трем этим приоритетным направлениям. О намеченных целях в работе и итогах реализации проектов в период пандемии расскажет Михаил Ермоленко. Обострение хронических заболеваний, расстройство когнитивных способностей, общее ухудшение самочувствия и вынужденная изоляция. Эти последствия отмечают многие самарцы, переболевшие коронавирусной инфекцией. После выздоровления пациентам необходима реабилитация. В этом случае на помощь приходят спорт и активный здоровый образ жизни. Вынужденные элементы изоляции кому-то помешали заниматься физической культурой и спортом и так далее. Но главное, это разрушило структуру мотивации. В этой ситуации огромную роль играют общественные организации, которые способны доносить до широкого круга граждан правильную информацию и по физической нагрузке, и по питанию, и по отказу от курения, и против злоупределения алкоголем. На сегодняшний день волонтеры из социально ориентированных некоммерческих организаций действительно способны помочь. В частности, во время реабилитации людей пожилого возраста после перенесенного COVID-19. Все благодаря уникальной системе обучения активистов, которая реализована пока что только в Самарской области. Сейчас в регионе для профилактики заболеваний, здорового образа жизни и реабилитации после коронавируса некоммерческие организации реализуют множество программ. Большая часть из них, связанных со спортом, существует уже более пяти лет. В период пандемии их специально модифицировали, чтобы помочь побороть постковидный синдром. Например, уникальная программа на базе китайской гимнастики или комплекс по оздоровительной ходьбе от организации «Твой путь». При правильной походке человек, когда учится правильно ходить, он концентрируется на собственной осанке, именно на состоянии своего тела, и таким образом у него снижается уровень тревожности. Когда человек именно тренируется, именно ходит для того, чтобы восстановиться, у него идет концентрация на выстраивании геометрии собственного тела, и таким образом происходит именно такое серьезное снижение тревожности, успокоение человека. Ближайший год в планах некоммерческих организаций – освоение, улучшение и создание новых практик по формированию здорового образа жизни, а также реабилитации людей пожилого возраста. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Ультрасовременное оборудование на тропе войны с онкологией. В середине марта врачи и онкологи традиционно напоминают женщинам о важности профилактики здоровья. Рак молочной железы и репродуктивной системы по-прежнему занимают лидирующие позиции среди онкозаболеваний. Как обезопасить себя и что сегодня предлагает медицина, расскажет Мария Левина. На втором месте после рака молочной железы самая распространенная опухоль женских репродуктивных органов. В зоне повышенного риска девочки и молодые девушки. Ежегодно в России ставят более 500 тысяч онкологических диагнозов, свыше 300 тысяч из них – гинекологические. Заболеванием также подвержены женщины старше 40 лет и те, кто отказывается кормить детей грудью. Однако, благодаря современному оборудованию, которое регулярно появляется в больницах региона по национальному проекту здравоохранения, порой болезнь можно вылечить даже не прибегая к хирургическому вмешательству. Один из наших показателей, то есть это увеличение продолжительности жизни 5 и более лет. Это один из наших классических показателей, который подтверждает как качество проводимой диагностики, так и, что немаловажно, именно качество проводимого лечения. И сегодня этот показатель свыше 56, точнее 56,3%, то есть он выше даже средненормативного, выше среднероссийского. Самарские онкологи в очередной раз призывают не бояться, а своевременно обращаться к специалистам в поликлинике, Центре амбулаторной онкологической помощи или Самарский областной онкодиспансер. На полное обследование потребуется около шести часов. Каждый визит врача, каждый визит к медицинской сестре, к любому специалисту, он заканчивается проведением комплексного или параллельного онкологического осмотра на предмет выявления наружной локализации. И это, пожалуй, самый первый шаг, который должен сделать пациент, придя в поликлинику. Раннее выявление онкологических заболеваний – одно из приоритетных направлений нас проекта здравоохранения и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». А оснащением от учреждений современным оборудованием – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли противоправную деятельность жителей региона, организовавшего на территории Сызрани цех по производству контрафактного алкоголя. Там обнаружили и изъяли 10 тонн спиртосодержащей жидкости, часть из которой была разлита в бутылки с этикетками популярных марок. Стоимость изъятой контрафактной продукции заставляет более 3 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил обвиняемым два года лишения свободы условно. Центробанк ввел временные изменения на операции с наличной валютой. Так, сумма, которую теперь можно снять со своего валютного счета, ограничена, а наличность пока купить нельзя. До какого периода продлится эта мера и как быть, если предстоит зарубежная поездка, в нашем сюжете. Банк России с 9 марта по 9 сентября установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов россиян. Теперь со своего валютного счета можно снять наличными не более 10 тысяч долларов США. Причем в период действия этого временного порядка иностранные деньги будут выдаваться только в долларах, вне зависимости от валюты счета. То есть, к примеру, если счет или вклад был открыт в евро, его владелец сможет получить свои средства только в долларах. Конвертация будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка. Если же сумма на счете превышает 10 тысяч долларов, гражданин все равно сможет получить наличными только эти средства. Остальные деньги он сможет снять в рублях или же оставить их до 9 сентября на вкладе. Граждане могут продолжать хранить средства на валютных счетах или вкладах. Все они сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой он был открыт, поясняет регулятор. Если валюта хранилась в банковской ячейке, ее содержимым можно распоряжаться по своему усмотрению. Ограничения на этот случай не распространяются. Граждане могут при обращении в банк по вкладам, которые открыты были до 9 марта этого года, могут получить иностранную валюту в размере до 10 тысяч долларов США. Или если вклады были и счета открыты в другой валюте, то тоже до 10 тысяч долларов США с конвертацией и с той валютой, в которой был открыт вклад, счет в доллар США. При этом граждане и сейчас могут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения, но в отдельных случаях банкам может требоваться несколько дней для того, чтобы привести необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение. Поменять валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Если же у гражданина имеется несколько валютных счетов, ограничения по ним те же. Если у гражданина несколько счетов в банке, то он также получит не более 10 тысяч долларов США. Вот на протяжении совокупности, на протяжении того периода, в который действует этот мера, а это 6 месяцев. В том случае, если переводы на валютный счет россиянина поступают после 9 марта, в отношении них применяется действующий режим, который не позволяет получить наличную валюту. Но на эти деньги можно сделать онлайн-покупку или же снять их в рублях. Кроме того, банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличные доллары и евро. В случае поездки за рубеж можно расплачиваться картой МИР и снимать с нее средства в валюте страны вашей поездки. Там, где принимается карта МИР – это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Около 90% валютных счетов в российских банках не превышают сумму в 10 тысяч долларов. То есть большинство держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, уточнил регулятор. Он пояснил, что поступление доллара в страну ограничено санкциями. И это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент. Виктория Шарая, События. Весенняя депрессия или сезонное аффективное расстройство. Недуг малоприятный. Меняются обменные процессы. Не хватает витаминов и проявляется ряд неприятных симптомов. Апатия, бессонница и постоянное чувство усталости. Но бороться с этим можно и нужно. Как встретить весну счастливым человеком, расскажет Ольга Хомракулова. К концу зимы люди устают от холода, отсутствия тепла и солнца. У некоторых возникает так называемая весенняя депрессия. По научному недуг принято называть сезонным аффективным расстройством. От обычного плохого настроения депрессия отличается циркадностью или циклическими колебаниями интенсивности. Обычно у взрослого человека настроение портится к вечеру. Накопившаяся за день усталость дает о себе знать. А человек с депрессией уже с утра с плохим настроением. Нарушается сон. Состояние не из приятных. Но бороться с ним можно и нужно. Весна. Меняется часовой диапазон, световой. Меняется климат, температура воздуха. Все меняется. Соответственно, организм тоже как-то перестраивается. Есть пирамида Маслоу, которая делит наши потребности на первичные и вторичные. В весеннее время можно каждому человеку просто пройтись по этому списку, по этим потребностям пяти. И где пробельчик? Где пробел? Ага. Значит, сюда нужно обратить внимание. Сюда нужно потратить энергию и восполнить его. Правильно питайтесь. Лидеры среди продуктов хорошего настроения – морковь, тыква, грецкие орехи и рыба жирных сортов. Здоровый сон – еще один путь к избавлению от депрессии. Не оставайтесь в одиночестве. И из этого состояния в настоящее. Нам нужно начинать думать из того будущего, в котором мы хотим жить. Мы думаем либо из прошлого. Если бы думали мы из прошлого, мы прошлое приносим в настоящее, значит в будущее. Нам нужно учиться думать фактами. И нам нужно учиться думать из будущего. А вот за медикаментозной помощью нужно обращаться к специалисту. Самостоятельно принимать антидепрессанты опасно для здоровья. Во-первых, антидепрессивное действие любого препарата начинается через 10-12 дней. А любители самолечения обычно ждут результат сразу. И, не добившись эффекта, начинают увеличивать дозу, чем наносят вред организму. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Выйти из дома и зарядиться позитивом смогли люди с инвалидностью. Во Дворце ветеранов для них организовали праздничный концерт. Кто выступал для самарцев с особенностями здоровья и почему важно организовывать подобные встречи, знает Максим Магомедов. Много-много раз именно столько свои двери открывает Самарский дворец ветеранов для жителей города с особенностями здоровья. Более 14 лет тесного сотрудничества с городским обществом инвалидов и огромное количество проведенных представлений. В этот раз перед ними выступили артисты Самарской филармонии с праздничным концертом, который посвящен Международному женскому дню. Самыми любимыми форматами встречи являются по-прежнему концерты, как возможность увидеть, прикоснуться к прекрасному, к хорошей музыке, к хорошему слову, красивому, встретиться, увидеться, получить какой-то действительно заряд вот такого и оптимизма, и какого-то творческого вдохновения, с тем, чтобы сохранить его в душе и понести дальше, и тем самым сделать свою жизнь чуть-чуть лучше и легче. При подготовке концертной программы были учтены особенности каждого зрителя. Для людей с инвалидностью важно выбираться из дома и получать живое общение. Такие встречи дарят только положительные эмоции. Во-первых, есть стимул собраться, одеться и выйти из дома. Вот такие мероприятия – это обязательно встречи, это обязательно поделятся люди своим настроением, обязательно расскажут о своей жизни, а когда есть поделиться чем, и жить интереснее, и узнать какую-то новость тоже интересно. Билеты на представление распространялись в городской общественной организации инвалидов. В зрительном зале собралось более 50 человек. В завершение праздника всем собравшимся вручили подарочные сертификаты в один из крупных гипермаркетов города. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События. Баскетболистки Самары рискуют не попасть в плей-офф чемпионата России. Сейчас им нужно побеждать в оставшихся встречах и ждать осечек конкурентов. Шансы были бы выше, но накануне самарчанки уступили Ники из Сыктывкара. Подробнее об этом и других новостях в нашей спортивной рубрике. Баскетболистки Самары провели домашний матч премьер-лиги против Ники из Сыктывкара. Начало встречи хозяйки паркета провалили. Уже в середине первой четверти они уступали больше 10 очков. А во втором игровом отрезке разница выросла и до 20 очков. После перерыва Самара бросилась в погоню. Даже получилось выиграть третью четверть, но развить этот успех не удалось. Игроки Ники успешно оберегали добытое преимущество. 58-76 – поражение Самары. Команда выпала из зоны плей-офф и сейчас занимает 10 место в турнирной таблице. Состав мужской команды баскетбольного клуба Самара пополнили два игрока. Один из самых опытных игроков Суперлиги-1, Артем Исаков, продолжит карьеру на Волжских берегах. В этом сезоне в составе уфимца он принял участие в 17 матчах Суперлиги-1, в которых в среднем набирал больше 13 очков за игру. Еще один новичок – Андрей Десятников, игрок с большим опытом выступления в Единой лиге и сборной России. В этом сезоне в составе «Динамо» из Владивостока принял участие в 14 матчах Суперлиги-1, в среднем набирая по 9 очков и делая 6 подборов и один блокшот за игру. В Москве прошел чемпионат России по легкоатлетике в помещении. В течение трех дней легкоатлеты из 68 регионов и субъектов страны разыграли 28 комплектов наград. Единственную медаль в копилку сборной Самарской области завоевал новакуйбышевец Александр Юрченко. В тройном прыжке он стал вице-чемпионом, показав результат 16 метров 28 сантиметров. Первые и третьи места заняли москвичи – Виталий Павлов и Антон Бульдов. На этом выпуск подошел к концу. Читайте наши новости на официальном сайте телеканала «Самара ГИС», а также в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова